Стала все там лежать. Сказала, мужчина, катитесь. А феминистка? Хочу кокетничать своей мамой! Всем привет, меня зовут Софа, и я стала красоткой. И сегодня у меня будет видео разговорного формата, потому что меня достаточно давно не было на канале, и у меня есть чем с вами поделиться. Условно разделю это видео на две части. Первое о моих школе и делах, а второе... А второе что? Второе об одной... Забавной. Забавной историей. Спасибо, мой софлер. Итак, начнем со школы. Учебный год у меня начался, как и у других девятиклассников, с ВПР. Я уже написала ВПР по математике, и как-то спонтанно, случайно, попала на Олимпиаду по русскому языку. Олимпиада была интересной, но странные какие-то задания были. Особенно последние, где на сербском языке. Не знаю, это сербский язык или просто транскрипция, но, в общем, было написано кириллицей, пословица сербская. Ее надо было перевести на русский язык. И это меня просто, я не знаю, завело в какой-то тупик, потому что, вот, не могу сказать дословное, но, в общем-то, враг... Моя мама знает. Скажи. Я не помню, я тебе расскажу. Враг, который принес мне козу... Станет милым братом. Другом. Братом. Братом. Милым братом. Милый брат, который... Отнес мою козу, станет мне снова... Унес у меня козу, станет мне... Снова врагом. Не снова. Брат не может быть врагом. Брат. Станет врагом. Станет снова врагом, да. Хотя, если учесть всем отношения, которые встречаются часто между сестрами и братьями, братьям, сомнение, мой враг. Может быть, и врагом, и другом врагом. И эти переходы через речку Смородину по Калинову мосту. Суды-си-ды-си-ды-ды-ды. Может быть, иначе... В общем, слово враг меня ввело, собственно, в этот ступор, потому что оно было записано как вук. Я сначала думала, что внук станет братом, а потом брат станет внуком. Но я потом думала, ну, блин, это же ересь какая-то. И написала все-таки враг. Вот смех только здесь. А на самом деле, кажется, там какой-нибудь сосед, да? Внук, да. А что, кстати, возможно? А теперь пойдем к самой истории. В общем, сегодня мы с моей мамочкой пошли в фикс прайс по неведомым на то причинам. И встретили там какого-то бухого чувака, который... Вообще-то мы не изучали, он сам там затерялся. Ну, вообще, он затерялся. Видно, он купил там коньяк в фикс прайсе с пивом. Но я от него, конечно, за 3 метра воняла. И, значит, я оставила на кассе ключ для моей мамочки, чтобы она сама открыла дверь. А сама пошла к ней. В принципе, она проигнорировала этот ключ и пошла, значит, по поводу. Нет, скажите, пожалуйста, а ключ от чего? Ключ от ящика, куда мы положили вещи. А до этого, за несколько недель до этого случая, последнее наше посещение... А до этого, за несколько недель до этого случая мы опять потеряли ключ. Тоже в фикс прайсе. Руслан, который вот так вырвал, блин, дверь. Работник Руслан, который вырвал ключ, вернее, замок. Дверь он вырвал прям с корнем. Да, и для него это было таким обыденным делом. Он даже не смутился и брови не повел. Говорит, просто вырвал дверь. Ну и, в общем... Замок вылетел, полетел там через потолок, куда-то упал. И он дальше Руслан пошел дальше разукружать свои ящики. Ну, вообще, такова жизнь. И встретили мы этого... Да мы не встречали его, он попадался... Значит, стою я с мамой, у меня стал, блин, наезжать, что я ему коньяк трогал. Стоп, вы это... Я не трогала коньяк его. Перед тем, как прийти на... Стоп, перед тем, как прийти на кассу, ты вспомнила предыдущий случай. Мамочка, не потеряем ли мы опять ключик? Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Я говорю, ничего страшного, наверняка у них есть Руслан очередной. Руслана не было. Ну, это был другой магазин. Мы пришли, упаковались и вспоминаем, что у нас в шкафчике все-таки стоит сумма. И я говорю, доченька, отдай ключик. Где ключ, доченька? А там дед Саидор ржет. Да какой дед, подожди. Я ему говорю, дед, ты что наделал? Где ключ? Он Саидор ржет. А потом оказывается... Стоп. Всеми богами клянется, что она мне отдала ключ. Я говорю, мне ключ... Этот ключ? Стоп. Я этого деда вообще не видела. Почему ты к этому деду? В итоге продавщица находит ключ. Находит она его в копилке. В коробке, копилке для красного дома. Я знаю, что это такое диетизм не опушить. Я ему говорю... Я глубоко надеюсь, что моя дочь... Я ему говорю, дед, ты что ржешь? Дед, где наш ключ? Поставь, пожалуйста, лампочку. Дед, который буквально пять минут назад... Лямпочку поставь. Я трогала его... Лямпочку поставь. Начал кокетничать своей мамой. Шок контент. Он сказал, хотите прогуляться? И моя мама, конечно... Сказала, мужчина, катитесь от седова. Говорит, нет, мужчина, мы с вами гулять не пойдем. Вы меня пугаете в связи с тем, что вы запихнули ключик в копилку для животных. А ключа откопил, как отца. У продавцов нет. И ключ так и остался там лежать. Пришлось опять продавщицам ломать ключ. Дед, ты что наделал? Дед, ты что наделал? А дед ржет. Я ему говорю, ну что ты ржешь, дед? А я старалась держаться от дочери подальше, потому что, думаю, если она пойдет на него в рукопашную... Да моя мама, она начинает говорить, что кокетничать с этим дедом. Начал ли, дед со мной кокетничать начал? Он с тобой кокетничать, он тебя гулять позвал, мам, ты что? А, поэтому он две бутылочки коньячку приплатил? Он две бутылки купил. Он видит, женщина красивая, взрослая, стадная. Купил два коньяка в фикс прайсе. Красивая, взрослая, стадная женщина из фикс прайса. Замечательно. Так меня еще давно не оскорбляли. В общем, моя мама опять провороняя свою судьбу. На этом... Не дрить, колотить. Пусть уж лучше потусуются на рынке женихов. Спасибо вам за просмотр. Всех люблю. И до скорой встречи. Может, не надо всех любить? Не надо. Нам домой, да. Ладно. Лампочку оставь. А теперь реклама. Не надо рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова